На совещании обсудили ряд других вопросов, в частности, изменение пенсионного законодательства, перспективы развития здравоохранения, подготовку школ к новому учебному году. С посещения школы началась и рабочая поездка Михаила Игнатьева в Янтиковский район. Янтиковская школа одна из новых, ей всего 13 лет. Здесь обучаются более 600 детей из шести населенных пунктов района. К новому учебному году сделан косметический ремонт всех этажей и классных помещений. 25 июля школа успешно прошла приемку. Ухоженная территория, подготовленные классы. Школа, которую хочется посещать каждый день, отметил Михаил Игнатьев. Главу республики познакомили с проектом строительства нового учебного корпуса на 300 учащихся. В школе ежегодно растет количество первоклассников. 1 сентября ждут около 70 ребятишек. Задача в 2019-2020 годах начать строительные работы. На совещании с активом Янтиковского района говорили о перспективах развития сельского хозяйства, экономики, инфраструктуры и реализации инвестиционных проектов. Их, кстати, в данный момент 5. Все в агропромышленном комплексе. Активно включился муниципалитет и в программу инициативного бюджетирования. На текущий год запланировано 6 проектов на сумму около 8 миллионов рублей. В объеме отгруженных товаров промышленного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, организации за 6 месяцев 2018 года состоял более 147 миллионов рублей, что 107,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Улучшение предпринимательского климата входит в число основных задач социально-экономической политики администрации Янтиковского района. Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве на 1 июля 2018 года составляет 1851 человек. Завершается строительство фельдшерско-кушерского пункта в деревне Индерчи. Он станет восьмым в Янтиковском районе. Муниципалитет хорошо укомплектован медицинскими кадрами. Сегодня не хватает всего двух терапевтов, которых уже ждут по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». На совещании обсудили вопросы дорожного строительства и капитального ремонта, обеспечения жильем детей-сирот, выплат многодетным семьям. Михаил Игнатьев отметил, такие встречи позволяют правильно расставлять приоритеты при работе с бюджетом, который, напомним, принимается на текущие и ближайшие три года. Эти встречи дают нам возможность, общаясь с депутатами, с главами сельских поселений, с старствами населенных пунктов, минимизировать ошибки и расставить правильно приоритеты. Бюджета денег не хватало и не будет хватать, но самое главное, мы должны приоритеты правильно расставить, справедливо подойти к каждому муниципальному образованию по нашим межбюджетным трансферным отношениям. А так, стабильная ситуация, люди настроены на позитив, на работу, ответственно подходят к выполнению своих прямых функциональных обязанностей.